здравствуйте дорогие девушки вас приветствует канал lady style и его ведущая дина орехова сегодня мы продолжаем тему которую часто интересует очень много женщин эта тема похудения естественно она актуальна несмотря на то какой сезон сколько вам лет и сколько вам килограмм потому что сегодня наверное диете не знаю только младенец лежащий в люльке остальные уже все везде на всех углах сегодня даже интересно смешно смотреть на девчонок которые выкладывают даже себя в инстаграм какие они стройненькие какие они подтянуты и так далее поэтому тема сегодня достаточно актуально культ стройности сегодня да культ здорового образа жизни поэтому тема эта достаточно популярная и к ней очень часто обращаются почему я выбрала именно эту тему потому что читая многие рекомендации и в интернете и читая многие посты в инстаграм например я очень часто там пишу то очень часто я вижу именно заблуждение которые совершенно не ведут к тому что у человека будут какие-то улучшения да я не спорю возможно у кого-то есть улучшение но есть одно такое но она все диеты которые сегодня предлагают в интернете они достаточно краткосрочные то есть они имеют результат сегодня понятное дело что вы каждый хотите сегодня сейчас именно похудеть иметь стройное тело потому что лето потому что отпуск потому что вокруг много интересных например тех же мужчин с которым хочется познакомиться все это понятно но бывают такие ситуации когда вдруг у нас что-то вдруг заболела вдруг у нас что-то сорвалось мы какие-то срывы делаем откуда они происходят они как раз происходят от того что все заблуждения наши которые нам в голову вложены именно средства и массовой информации и неправильной информации в интернете они очень часто ведут к негативным многим последствиям и мне своими вот этими встречами очень хочется многие вот эти заблуждение развеять чтобы вы когда подходили к вопросу выбора диеты подходили к этому более грамотно подходили более взвешено потому что очень часто я говорю постоянно между причиной и следствием очень бывает достаточно много времени и мы очень часто какие-то следствия не связываем с тем что где корень был причины то есть какие-то наши неправильные действия привели к тому что рано или поздно у нас возникнуть или иные последствия частности если мы говорим про наши женские какие-то вопросы которые мы тоже будем более глубоко изучать на наших встречах это мы не задумываемся например я сегодня очень от многих слышу что например с волосами начались какие-то проблемы волосы лезут воли волосы стали тусклые волосы секутся там обильно выпадают да это все результат ваших неправильных диет и лечить только волосы всевозможными средствами масками и массажами и так далее это не решит проблему если у нас внутри запущен механизм разрушения этих волосяных луковиц с помощью неправильных диет а так как мы на этих диетах продолжаем сидеть изо дня в день из года в год потому что один раз она нам это помогла и мы как послушные вот эти роботы до совершаем одни и те же действия боясь узнать что-то новая боясь вступить в сторону сделать какой-то другой шаг поэтому мои встречи именно на это и направлены чтобы у вас создалось какое-то другое видение этого вопроса и вы подходили к вопросу диеты более правильно я мастер китайской метафизики я консультант по питанию и автор своей системы снижения лишнего веса именно основанные на знаниях на древних знаниях китайской традиционной медицины и диетологии и в частности на секретах пяти элементов именно на них я всегда ссылаюсь именно конечно многим это какие-то вопросы непонятны но тем не менее если вы очень часто нас слушайте у вас начнется понимание чем не нравится именно китайская медицина и диетология тем что они вот именно этот корень корень выявляют ведь лишний вес он не появился ниоткуда так и нас кто-то надул нет ведь такого не происходит он копится в нас какое-то определенное время и это уже следствие чего-то о чем я уже вам говорила то есть когда мы воздействуем вот на эту причину то наследствие само по себе уходит то есть лишний вес как следствие он уйдет если мы нормализуем что то что в организме у нас пришло в сбой то есть лишний вес это крик нашего организма это он кричит нам таким образом он уже не знает когда кричатся он кричит слушай ты видишь я тебя уже уродую сделай что-нибудь обрати на себя внимание и убери из своего рациона например то или иное или исправь свой режим дня и так далее потому что когда мы выбираем ту или иную диету нам нужно учитывать достаточно много факторов ни одна диета которая сегодня представлена в интернете этот вопрос не рассматривает что же рассматривает китайская медицина и диетология первое она обязательно учитывает гороскоп человека вы ни в одной диете это не увидите потому что в гороскопе очень много прописано факторов даже если предрасположенность человека полноте и в какой именно сезон это полнота будет более активно поэтому второй фактор это сезон нигде вы об этом не прочитаете то есть весной у нас одна диета то есть мы одно питание выбираем осенью у нас другое питание зимой другое весной третье вернее уже четвертая ни в одной диете это не учитывается третий фактор который обязательно нужно учитывать это возраст ведь когда человеку 20 и у него еще достаточно жизненных сил все негативные воздействия диеты ему кажется более незаметно проходит и поэтому у него вау я похудел да а уже если уже мы девушки далеко за 20 то на нас уже действует наш предыдущий опыт в те диеты на которых мы когда-то сидели и уже как-то себе этим навредили и соответственно уже возраст нужно обязательно учитывать уже совершенно нельзя те диеты даже экспериментировать над собой если девчонки экспериментируют многие мы да молодые об этом не задумываемся но тем не менее уже более обдуманно надо подходить к вопросу выбора диеты и вот именно этим меня привлекает традиционная китайская медицина и диетология это что что она учитывает гораздо больше факторов чтобы человека вопрос с лишним весом решился так сказать на корню поэтому ни одна диета из 28 тысяч которая сегодня присутствует не решает вопрос так комплексно и не случайно несмотря на то что и диет много и пилюлик всевозможных много от лишнего веса и жиро от жиры сжигающих чаев достаточно много проблема лишнего веса остается и вот эта кривая ежегодно растет она не уменьшается и я думаю что причина как раз в этом пора изменить подходы и пора изменить именно свои стереотипы касаемо диеты и сегодня один из факторов который в том числе влияет на то будем выполнить не будем выполнить будем мы худеть или не будем мы худеть мы очень редко говорим о том например о завтраке прошлый раз я уже говорила что завтрак очень важен не случайно народы в народе говорят до завтрак съешь сам обед отдай поделись другом ужин отдай врагу почему так говорят потому что вы можете не ужинать вы даже можете не обедать но завтракать вы обязаны всегда если вы хотите иметь стройное тело потому что именно завтрак нам дают возможность наполнится той необходимой энергии которая нам нужна в течение всего дня для того чтобы мы могли и двигаться к цели да и бороться даже со своими страхами комплексами бороться со своими желаниями есть даже что на все нужна сила на все нужна энергия и соответственно очень важно какую пищу мы съедаем с утра мало того что завтрак важен это первое а второе какую пищу мы съедаем с утра потому что в китайской метафизики так же как китайской медицине и диетологии мы всегда говорим о том что самое важное это мы ищем где у нас ци то есть ци это самая важная жизненная энергия которая нужна человеку для жизни и в том числе пространство где мы живем опять же нужна человеку чтобы человек из этого пространства опять же мог это взять поэтому всегда говорят где ци там есть здоровье там есть счастье там есть любовь там есть деньги и так далее и если у вас сейчас какой-то какая-то черная полоса в жизни стоит посмотреть что у вас этой ци достаточно ли вы получаете достаточно ли где много ци в условиях жизни живете в том ли вы районе живете и так далее все взаимосвязано и если мы даже на уровне своего тела не можем напитать его нужной ци о чем тогда можно говорить и так почему же каша именно на является самым лучшим завтраком потому что именно каша именно каша сваренная из круп сваренная не очень хочется на этом обратить внимание именно приготовленная каша она дает человеку с утра заряд бодрости заряд энергии на весь день и поэтому кто не завтракает и кто завтракает непонятно чем они не получают ту энергию которая им нужна в течение дня и поэтому я очень часто от многих людей слышу я устал у меня нет сил я там уже середине дня я засыпаю это уже звоночки вам о том чем вы с утра позавтракали и именно каша дает нам нужную энергию на весь день на весь день чтобы у вас хватало сил делать все свои дела почему же каша такой ценный продукт почему и какая именно каша потому что у нас каша каши рознь у нас согласитесь есть каша крупа то есть крупы цельные такие да и у нас есть хлопья и сегодня очень многие используют именно хлопья очень много раз говорилось о том что сегодня фастфуды это особенно в год огненные обезьяны это достаточно вредное что нужно использовать в этом году так вот все молотые вот эти хлопья те крупы они относятся к разряду фастфудов то есть достаточно быстрое приготовление еды и чем же вот вроде та же каша да но только в хлопьях и чем отличаются они вот цельное зерно и хлопья они отличаются самым главным вот возьмите вы например на пшено цельное положите в мокрую марлю есть какое-то время что произойдет она взрастет то есть и силы которые вне скрыты она даст жизнь вот этому расточку и если вы замочите именно вот эту вот эти хлопья что с ним произойдет они просто сгниют потому что раздробленная крупа она уже мертвая крупа и поэтому каша каша рознь она отличается тем что есть у нас живая каша то есть цельная цельное зерно и есть у нас неживая каша то есть хлопья и именно живая каша даст нам ту энергию которая нам нужна поэтому с утра каша именно должна быть приготовлена из цельного зерна и естественно это не манка которую сейчас достаточно многие пичкают своих детей потом удивляются почему они болеют и соответственно это не хлопья которые только забивают кишечник и получается что мы набиваем себя крахмалом но не получаем из той еды которую мы съели нужное и нужную энергию для всего дня потому что едим мы не только для того чтобы набить свой желудок едим мы для того чтобы из еды взять все что нам нужно для нормальной жизнедеятельности и какая какие же крупы являются самыми 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 полезными это всего лишь три крупы которые надо чередовать и использовать постоянно первая крупа это пшено про которое я вам уже говорила вторая крупа это рис только рис не тот краснодарский там или какой то вот еще чего-то который продается в магазинах а именно смотрите рис не очищены то есть бурый рис или есть такой красный рис или черный рис именно вот эти крупы нужны нам для того чтобы они нам отдали энергию кстати рис не случайно его едят китайцы и японцы это самый мощный источник энергии который вообще есть в продуктах и третья крупа которая очень полезно ну просто очень очень полезно это перловка многие сейчас могут сказать фу какая то там перловка это то что там в детском саду мне когда то давали или в пионерском лагере или может быть там кто то в больнице когда то лежал дают перловку дорогие мои если вы откроете интернет и прочитаете даже про перловку не зря ее назвали перловка перл это жемчуг то есть это крупа это жемчужина это то она дает то что не может дать ни одни хлопья которые вы едите ни одни батончики фитнес которые вы часто завтракаете ни один другой завтрак который вы используете на сегодняшний момент именно вот кстати о перловке я упоминаю в своей книге которую вы можете скачать по ссылке под этим видео и даю я двух недельную кому то можно недельную двух недельную диету на перловой каше которая дает потрясающие просто потрясающие результаты именно вот эти три трупы которые самые самые полезные именно их надо использовать с утра и тогда вы действительно это будет один из первых шагов которые вы сделаете к стройности которые вы сделаете к своей идеальной фигуре естественно не попробовав это вы не можете проверить то что я говорю но сегодня те кто взял на вооружение вот эту даже ту же перловую диету они получают потрясающие результаты и сами этому удивляются просто ничего особо не делая только правильно завтракая у них уходят лишние килограммы кстати почему они уходят очень многие люди считают что крупа это калории а мы же вроде как калории считаем каша в частности например та же перловка и рис в том числе и пшено эти крупы самое важное что делают они дают энергию раз они выводят ненужную жидкость из нашего организма то есть таким антицеллюлитным эффектом является и вы если изучаете тему похудения вы знаете что у нас лишний вес это не только жир который появляется от жирной пищи но лишний вес это еще излишки воды именно откуда она берется то у нас она именно берется от того что у нас неправильно работают системы в нашем организме именно вот эти три крупы помогают наладить работу этих систем и лишняя жидкость из организма из этих этих всех клеточек она выходит наружу и тем самым мы худеем то есть мы встаем легче поэтому важность завтрака сегодня это номер один что мы завтракаем каши это два третье мы обязательно завтракаем сваренной кашей приготовленной кашей они залиты кипятком хлопьями это три и четвертое мы используем именно три важных самых полезных каши то есть три важные крупы это рис пшено и перловка и тогда будет пятое это будет ваш идеальный стройный вес которым вы будете радоваться и несмотря на то что вы когда-то совсем не любили каши именно каша вам даст то к чему вы стремились через совершенно другие пути поэтому вы на нее посмотрите совершенно другими глазами и вы ее полюбите и будете уважать и будете рекомендовать всем худеющим которые еще изнуряют себя всевозможными диетами неправильно зарабатывая всевозможные болячки которые могут привести как к нашей внешней непривлекательности как к лишним килограммам так и к третьему к чему он может привести мы обязательно эту тему обсудим это может привести к проблеме в личной жизни а каким образом мы обсудим уже на наших следующих встречах на сегодня про каши все в следующий раз мы продолжим с вами тему сыроедения в частности такой вопрос который очень многих очень многие никогда об этом не задумываются когда используют именно одни сырые продукты мы рассмотрим на примере Стива Джобса известный достаточный человек особенно у яблочников именно как сыроедение убила Стива Джобса об этом мы поговорим в следующий раз я думаю для многих это будет открытие и многие на вопросы диеты связанные именно с сырыми продуктами посмотрят совершенно другими глазами на сегодня все с вами была я Дина Орехова до новых встреч пока пока субтитры и